Друзья Крыма являются самыми надежными друзьями России. Потому что те, кто не побоялся быть на стороне Крыма в сложный период, когда Крым с самого начала воссоединения с Россией 8 лет назад оказался в блокаде и тотальных санкциях, те уж точно на стороне России и не стесняются того, чтобы прямо, четко и ясно говорить о нашей дружине. У нас не состоятся встречи с официальными представителями правительственных, политических кругов Армении. Мы, во всяком случае, когда работали на уровне правительства Москвы, я же очень давно, много лет приезжаю в Армению, всегда нас принимали привет. Ну вот Карабах же тоже, значит, в России не признается. Армения признала Карабах. Диаспора наша может оказывать помощь еще и Армении. Во время 44-дневной войны крымские армяне собрали более 30 миллионов рублей. Могу только повторить, что союз необходим. Мы должны быть в реально союзнических отношениях, которые не терпят каких-то недомолвок или полудел. И я благодарен движению за союз Россией. Я так его в сокращенном виде называю, хотя здесь присутствует и сильная Армения. Безусловно, за последовательную, абсолютно понятную позицию. Добрый день. В эфире Рявунг ТВ. В Армении проходят Дни Крыма, которые посвящены восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. У нас в гостях Георгий Львович Мурадов, заместитель председателя Совета Министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, Ирина Валерьевна Кивика, заместитель председателя Совета Министров, министр финансов Республики Крым и Георгий Робертович Акопиан, председатель армянской общины в Крыму. Георгий Львович, Дни Крыма в Армении уже проходят третий раз. Расскажите, пожалуйста, с какой повесткой вы приехали на этот раз? Я насчитываю больше, чем третий раз. Мы практически каждый год стараемся проводить Дни Крыма в Армении. Единственным исключением были эпидемические годы. По понятным причинам было сложно их проводить. Но наш мост дружбы, выстроенный с Арменией, действует стабильно. И хочу особо подчеркнуть, что Крым и Армения с древних времен связаны исторически между собой. Крым представляет собой ту территорию, на которой находится множество не только русских, памятников, но и армянских тоже. И наши контакты развиваются по многим направлениям. Я подчеркну особо, что в этот раз мы сделали акцент. Ирина Валерьевна не случайно играет заглавную роль, ведущую роль нашей делегации. Потому что мы сегодня говорим об активных контактах крымского и армянского бизнеса. Вчера состоялись соответствующие встречи, деловой завтрак, своего рода конференция, на которой рассказывали о развитии экономическом, социальном нашей республики Крым. И, безусловно, это те показатели, которые дают нам четкую надежду на то, что мы можем активнее и глубже развивать наши экономические отношения. Традиционным является общественно-политическое направление. Мы контактируем, конечно же, с нашими надежными, прочными, стабильными друзьями Крыма. И мы благодарны Айку Борисовичу Бабуханяну за то, что он возглавляет клуб друзей Крыма в Армении. Как показали события, сегодня мир переживает такой сложный этап. Друзья Крыма являются самыми надежными друзьями России. Потому что те, кто не побоялся быть на стороне Крыма в сложный период, когда Крым с самого начала воссоединения с Россией 8 лет назад оказался в блокаде и тотальных санкциях, те уж точно на стороне России и не стесняются того, чтобы прямо, четко и ясно говорить о нашей дружбе. Тезис о том, что необходим союз России и Армении, и именно за это выступают друзья Крыма и непосредственно руководитель клуба, показывает, что мир меняется таким образом, когда без союзнических отношений не только стратегического и союзнического партнерства, а именно союзнических отношений, глубоких и настоящих, сегодня мы не обойдемся. Мы знаем, конечно, что клубу работается непросто. Далеко не все политические и общественные силы в Армении приветствуют его работу. И мы знаем то давление, которое оказывается непосредственно на господина Бабуханяна. Безусловно, мы с ним солидарны, мы его поддерживаем, его правильную, твердую позицию в пользу дружбы и сотрудничества, которая не подвержена каким-то конъюнктурным колебаниям. Следующее направление работы, конечно, наши культурно-гуманитарные связи, в том числе в сфере образования. Вчера мы выступали перед профессорским преподавательским составом Российско-Армянского университета. И большой очень интерес не только к самому Крыму, но и к тому, как в новых условиях выстраивать отношения между Россией и Арменией. Вот весь этот комплекс вопросов у нас на повестке дня. К сожалению, вынужден отметить, что в очередной раз у нас не состоятся встречи с официальными представителями правительственных, политических кругов Армении. Мы, во всяком случае, когда работали на уровне правительства Москвы, я же очень давно, много лет приезжаю в Армению, всегда нас принимали, приветствовали. Мы построили прекрасный дом Москвы, в котором мы сейчас, крымская делегация, и живем. Люди остаются во многом те же, я во всяком случае. Но тогда со мной хотели общаться, а сейчас не хотят. И это вызывает некоторое внутреннее беспокойство. И я бы сказал, что непонимание, почему же мы в сегодняшних условиях, когда вся Россия оказалась в санкциях, опять продолжаем выделять Крым как некую территорию, с которой общение каким-то образом ограничено. Говорю об этом специально, прямо, потому что, ну, может быть, были там какой-то год колебаний. Но когда это превращается в систему, это вызывает вопросы. Есть российская конституция, по которой Крым является территорией Российской Федерации. Если признают Россию и Российскую Конституцию, властные структуры дружественного нам союзнического государства Армении, то нельзя не признавать часть этой территории. Мне иногда задают вопрос. Ну вот Карабах же тоже, значит, в России не признается. Армения признала Карабах. Я повторяю только вопрос нашего президента. Вот это же системные вещи, которые люди должны понимать. А Россия четко и ясно сказала, независимая республика Крым, которая образовалась в результате референдума на Крымском полуострове, безусловно, обратилась легитимно. Она провела легитимный референдум, потом легитимно обратилась к своему самому близкому родственному государству, где живет, так сказать, народ России, частью которого являются и крымчане, с просьбой о принятии в условиях войны, опасности, в условиях, так сказать, угрозы этнической чистки, о том, чтобы Крым был принят в состав Российской Федерации. Он был принят, весь Крым, и республика Крым, и город федерального значения Севастополь. Таким образом, если мы выстраиваем реальный союз, а сейчас это в нынешних международных непростых условиях, крайне необходимо, на мой взгляд, во всяком случае, мы должны, конечно, руководствоваться признанием территориальной целостности, нашей страны и не ставить этот вопрос под сомнение. Но это политическая ремарка. Я хотел бы все-таки акцент делать на том, что наши отношения развиваются конструктивно, активно и дружественно. И они встречают, я считаю, что понимание подавляющей части армянского гражданского общества. И нам это приятно, потому что, глядя на перспективу развития событий, мы должны осознавать, что мы единая цивилизационная семья, восточно-христианская цивилизация, фиксируется как таковая семья всеми философами, политологами, историками, причем с давних времен, и мы в этой семье остаемся. Надеюсь, что наша семья будет крепнуть, и дружба между российским и армянским народами, между крымчанами и Арменией будет крепнуть. Спасибо. Ирина Валерьевна, вчера были подписаны договора с Вашим приемом. Можно ли сказать, что экономические отношения между Арменией и Крымом получили новый импульс? Да, я уверена, что они получили новый импульс, потому что, когда мы готовились, мы проводили телефонные переговоры с бизнесом и интересовались, что же интересуют конкретно армянские жители в Крыму. И получили такой мощный запрос по лечению, оздоровлению именно в санаторных окружных учреждениях Крыма. И даже отдельно мы подготовили презентацию не только туристического потенциала Крыма с полной характеристикой всех санаториев, детских здравниц, объектов размещения, но и презентацию отдельно саргских грязей и тех волшебных, не побоюсь этого слова, свойств этой грязи, потому что у нас по некоторым уровням заболевания, излечивая с помощью саргских грязей, составляет более 98%. И мы вчера обо всем этом говорили. И действительно, интерес у туристических предприятий Армении есть. И я думаю, что уже этим летом поедут к нам в Крым отдыхать и оздоравливаться. Как я говорю, в Крым с любовью и за здоровьем. А вот там логистические вопросы тоже как-то решаются? Мы вчера, только уже был первый у нас день, да, мы вчера проводили встречи с бизнесом. На презентации нашего социально-экономического развития, инвестиционной привлекательности региона было более 50 представителей бизнеса. Уже потом у нас были встречи отдельно по туристической отрасли, они уже были более такие кулуарные, да, где-то было около 20 человек на отдельных встречах. И плюс дальше у нас проходили встречи бизнеса Крыма и бизнеса. Подписывали как раз соглашения уже по результатам этих встреч. На сегодняшний день еще встречи продолжаются. За вчерашний день было подписано у нас 5 соглашений, уже подписано реально по сотрудничеству между Арменией и Крымом. А сегодня у нас еще продолжаются встречи, сейчас они тоже идут, проходят на территории. И я думаю, что еще сегодняшний день тоже нам принесет дополнительно заключенное соглашение. Нам есть что предложить Армении, у нас есть очень хорошие наработки, признанные уже на мировом уровне, по защите растений, по агрохимии. И эти средства дают возможность увеличения урожайности. Я думаю, что для сельского хозяйства Армении это тоже будет очень интересно. Спасибо. Георгий Робертович, Вы как руководитель армянской общины, вот за последние 8 лет после присоединения Крыма к России, можете констатировать, как изменилась жизнь армянских жителей в Крыму, в какую сторону изменения произошли? И есть ли взаимосвязь крымских армян с Арменией в какой-то области? Да, я, наверное, не буду голословным, а буду рассказывать именно фактами, что за 8 лет происходило у нас. Во-первых, Крым — это не просто диаспора для армян, это еще одна историческая, можно так сказать, родина, еще одна колыбель исторически сложилась, что более тысячи лет там армяне проживают, созидают. За 8 лет восстанавливаются храмы, делаются много-много для того, чтобы сохранилась культура, история. И одни из фактов. У нас есть поселок Айкова, в городе Симферополь практически, очень близко. Ему 30 лет поселку, я там сам проживаю, и мы очень тяжело там строились, и можно сказать, что выживали просто. За эти 8 лет полностью сделана газофикация, электрофикация, сегодня уже делаются дороги. Население Айкована просто увеличилось, можно сказать, на 80% резко, потому что есть возможность. Мы, самое большое, может быть, такое достижение, в Крыму более 120 лет не было построено ни одного храма. Сегодня у нас, благодаря правительству нашего Крыма, с кем у нас отношения, не просто деловые, можно сказать, даже дружеские, из-за того, что у нас есть и будет проблему армян в Крыму, мы сразу можем обратиться абсолютно без каких-либо заморочек. У нас сегодня уже есть два участка под церковь. В поселке Айкован, который именно армянский поселок, и в городе Симферополь. Это просто прорыв, можно так сказать, исторический, что можем мы сейчас уже этим гордиться и уже будем строить, с этого года уже начинаем. У нас аэропорт, самый красивый аэропорт в России, могу так сказать, назван в честь нашего великого художника Аванеса Айвазовского. Сегодня ведутся реставрации дома-музея Айвазовского. Весь мир знает про этот дом-музей, весь мир знает про Айвазовского. И очень много денег сейчас вложено для того, чтобы привести все это в порядок. Мероприятия проводятся в год, наверное, 5-6 минимум мероприятий, наших традиционных праздников и церковных праздников, где собираются тысячи людей. И это все благодаря, опять же, тому, что нам выделяются средства, мы получаем гранты. Так что Крым, армяне, без зазрения совести, могу сказать, что мы себя чувствуем там прекрасно. И развиваемся, не просто останавливаемся, а развиваемся. Это еще один факт. Почему? Потому что мы можем даже оказывать помощь, диаспора наша может оказывать помощь еще и Армении. Во время 44-дневной войны крымские армяне собрали более 30 миллионов рублей. Можно сказать, что она маленькая община, потому что 20 тысяч человек проживает в Крыму. с материком никак не сопоставить, там и 500, и 100, и сотни тысяч живут, да? А у нас в силу 20 тысяч, мы собрали 30 миллионов рублей. Сейчас мы оказываем помощь. Со стороны Украины очень много приезжают. Много армян, вы имеете в виду? И армяне приезжают. Но мы не делаем акцент ни на кого, мы помогаем всем. Оказываем помощь. Мы первые же дни более трех тонн собрали гуманитарной помощи. Это чисто силами армянской общины. И отправили на Украину. И также сейчас помогаем семьям, которые оттуда приезжают. Обустраиваем их в Крыму. Кто хочет уезжать, уезжает. Но сам факт того, что человек, приезжая в Крым, он себя чувствует уже защищенным, обеспеченным. Мы помогаем тем местам, где люди первые дни собираются, пункты приема беженцев. Так что это о чем говорит, что мы имеем возможности это делать. Поэтому вот это факты, которые есть в реалии в Крыму, у крымских армян. Георгий Львович, у вас вчера прошла встреча с активом движения «Сильная Армения с Россией» за Новый Союз. И вы знаете, что совсем недавно движение провело несколько акций в поддержку России. Чувствуют ли в России поддержку из Армении, вот такое дружественное плечо, и насколько это важно в эти... Безусловно, это проходит по информационным ресурсам. Мы размещаем на собственных сайтах все сообщения и информацию, и картинки, которые показывают, как в Армении поддерживают Россию. Я считаю, что, могу только повторить, что Союз необходим. Мы должны быть в реально союзнических отношениях, которые не терпят каких-то недомолвок или полудел. И я благодарен движению за Союз с Россией. Я так его в сокращенном виде называю, хотя здесь присутствует и сильная Армения. безусловно, за последовательную, абсолютно понятную позицию. Хочу также отметить, что складывающаяся ситуация в мире, она возникла не сегодня. Мы к ней подходили вынужденно, не по вине Российской Федерации. Все последние 15, как минимум, лет наш президент неоднократно предупреждал о том, что линия Запада на расширение своего военного присутствия, на создание все больших угроз Российской Федерации, как государству, ведет к обострению отношений. И когда мы уже подошли к заключительной черте, а сегодняшняя специальная операция на Украине показывает, что это было абсолютно обоснованно и оправданно, потому что найдены документы, подтверждающие, что готовились и биологические различного рода виды субстанций, которые могли бы быть использованы в военных целях. Не случайно это биологические лаборатории Пентагона, это военное ведомство Соединенных Штатов Америки. Готовились определенные работы, связанные с использованием атомных каких-то компонентов, элементов в военных целях, что создавало угрозу возникновения атомного оружия в руках националистов и нацистов киевских. Да и активно ведь зовут американские войска, военные базы, эти самые националисты, которые путем переворота незаконными методами, антиконституционными пришли к власти на Украине. Все это и вызвало то самое обострение международной обстановки, которое мы сегодня наблюдаем, потому что у России просто не было другого выхода. Об этом неоднократно говорил президент. Мы должны и будем всегда устранять жизненные угрозы для нашего государства. Это не просто такая страна, которая может смириться, чтобы нами управляли из-за океана, из каких-то других центров. И в этом смысле, конечно же, приходится всем делать свой выбор, определяться, как мы будем в этих новых условиях жить. А мир действительно меняется, рушится западноцентричная система миростроения, миропорядка, и возникают самостоятельные сильные структуры. Сегодня мы можем говорить и о Китае, сегодня в такую силу растает Индия, и, конечно же, Россия такой силой является. Это борьба России за безопасность, как я сказал, и за свой суверенитет, за право быть самостоятельным государством, которое само определяет свою судьбу в современном мире. Поэтому такие друзья и союзники, как движение за сильную Армению и за союз с Россией, на мой взгляд, нам очень нужны. Ирина Валерьевна, Крым непосредственно граничит с Украинской и Херсонской областью. Вот спецоперация России на Украине, как вот в связи с этим обстоит ситуация в Крыму, как это подействовало, там, провокации со стороны украинской стороны, все эти санкции, как-то повлияло на жизнь в Крыму? Были попытки дестабилизации финансовой системы в Республике Крым, ДДО с атаки, которые осуществлялись тысячами в секунду на сервера. Но сервера наши защищены, система построена надежная банковская финансовая система Республики Крым. Поэтому удалось все это отбить и выстоять. В настоящее время Крым развивается динамично. Мы вчера это показывали в цифрах развития Республики. Нет такой отрасли Республики, которая бы не давала рост. То есть мы на сегодняшний день, даже несмотря на то, что 22-й год, 21-й год, 20-й год, почему я эти называю, потому что годы были пандемийные, сложные. У нас даже в это время шел и рост налоговых, и неналоговых доходов собственных бюджетов и увеличилось количество малого и среднего бизнеса. Это всегда говорит о том, что в Крыму комфортно работать. Малый бизнес это индикатор. Если малый бизнес развивается, значит все хорошо в регионе, в котором развивается малый бизнес. И даже у нас растет количество занятых в малом и среднем бизнесе. На сегодняшний день прибавшие с Украины беженцы, сразу на границе мы их знакомим с теми профессиями, которые нам нужны, нам нужны люди. И в дорожном строительстве, и в строительстве, и в сфере обслуживания, более только вот в гостиничной сфере, например, предлагаем мы, у нас сейчас 3,5 тысячи вакансий есть в преддверии городного сезона, и мы предлагаем людям трудоустроиться. То есть те, кто хотят, они могут у нас трудоустроиться и работать. Если позволите, я бы добавил к этой теме, что на юге Украины это территории, которые исторически связаны с Крымом на протяжении веков, я подчеркну, и связаны в том числе в социально-экономическом плане. Люди восприняли вхождение российских сил весьма лояльно. Там не было каких-то ожесточенных боев, сопротивления, кроме стычек с националистами, небольшими группами, которые там были. Тем не менее, города юга Украины и Херсон, и Мелитополь, и Бердянск, и другие сохранились абсолютно нетронутыми. И вот сразу в людях возрождается это стремление восстанавливать экономические связи. Сегодня из Херсонской области, из Юго-Запорожской области, а именно эти районы входили в историческую, таврическую губернию, приезжают люди со своей сельскохозяйственной продукцией, они в общем-то с удовольствием торгуют за рубли, и рубль все больше входит в обращение даже в этих областях. И нам это особенно важно для крымчан, потому что у нас около 10 миллионов туристов ежегодно приезжает. И конечно для этого туристического потока весьма востребовано продовольствие. Оно качественное и из Херсонской области, и Запорожской области, которая всегда поступала и мы, надеемся и будет поступать. А крымчане, в свою очередь, в том числе и правительство Крыма, помогает сейчас жителям Юга Украины провести посевную кампанию, заботиться о том, чтобы это проходило прежде всего в мирной и спокойной обстановке. Тогда только фермеры, крестьяне могут нормально работать, помогают и посадочным, посевным материалам и так далее. То есть создают условия для того, чтобы этот край, замечательный, плодородный край, становился опять очень близким и в социально-экономическом, и в культурно-гуманитарном плане нашему Крыму. Георгий Львович, а можно назвать спецоперацию России на Украине как столкновение России с НАТО? Ну, абсолютно это так, потому что это не столкновение с Украиной. Украина в данном случае служит инструментом в руках Соединенных Штатов Америки и структур НАТО. Оно некоторое такое копье, которое направлено против России, приставлено к сердцу России, поэтому такая жесткая реакция ответная со стороны России, потому что это угроза не Украины, со стороны Украины, а тем более украинского народа, который мы считаем абсолютно близким нам, а может быть и частью единого народа, если в укрупненном порядке рассматривать. это никак не направлено. Мы исходим из того, что, конечно же, в НАТОвских штаб-квартирах, в стратегических центрах в Вашингтоне это разработанная по существу провокация, которая осуществлялась против Донецкой и Луганской республик, и как только Россия после восьми лет, ну, в семи с половиной тяжелых бесполезных переговоров признала эти республики, возобновились активные военные действия, была подготовлена массированная военная операция против этих республик, создавалась угроза по существу уничтожения населения. Но все это делалось с одной целью. В декабре месяце прошлого года Россия поставила перед НАТО и Соединенными Штатами два принципиальных вопроса. Вопрос первый это возвращение НАТО к тем положениям акта Россия НАТО, который был подписан в 1997 году, после которого вопреки этому акту в нарушении всех договоренностей пять волн расширения НАТО произошло и НАТО вышло по существу с северной стороны очень глубоко на территорию исторической России, а с южной уже заходило через Украину. То есть нас брали в клещи, клещи, в центре которых находится Москва. Разумеется, это нетерпимая была ситуация. Поставлен был вопрос о подписании соглашения об ударных стратегических вооружениях, чтобы их не было в Восточной Европе, чтобы их не было вблизи российских границ. И второй вопрос это возвращение к положениям акта 1997 года по нерасширению НАТО. Поэтому в этих штабах вашингтонских, НАТОвских были разработаны все системные меры к тому, чтобы втянуть Россию как можно глубже в украинское болото, я так назову это дело, в военные так сказать операции и не давать вернуться к принципиальному вопросу. Но этого не произойдет. С Украиной вопрос, я уверен, будет в ближайшие месяцы решен, и мы все равно приступим к главному вопросу взаимоотношений с блоком НАТО и Соединенными Штатами Америки. Вот тогда мы будем действительно находиться в переломной, это пиковая будет ситуация для развития международной обстановки, после которой либо наши соперники и противники образумятся немножко, разум встанет на место, либо мы будем вести серьезный разговор до тех пор, пока наши позиции не будут поняты и восприняты. Ситуация в Карабахе тоже очень обострена, в последнее время произошли провокации со стороны Азербайджана, об этом четко заявила также Россия, что Азербайджан нарушил требования соглашения и провокации произошли. У них сейчас активизировалась повестка вывести русских миротворцев из Карабаха. На ваш взгляд, сможет ли Азербайджан выдавить Россию из Карабаха? Я считаю, что мы основываемся на принципиальных и важных договоренностях. Россия играет свою стабилизирующую миротворческую роль последовательно и твердо. Разумеется, никаких нарушений вывода или иных акций вывода наших миротворцев не предвидится и такого соглашения не предусмотрено. и намерения России состоят в том, чтобы мир принести на эту территорию. Никакие военные провокации в данном случае не могут восприниматься как действия, направленные на укрепление мира. Вы сами это понимаете. Поэтому и в условиях вспышки такого обострения наши миротворцы сыграли свою роль и не дали развиваться этому конфликту. так будет и дальше. Но вместе с тем я могу только повторять слова нашего президента о том, что Армения же Карабах не признала. Я только повторяю его слова. Поэтому здесь уже должны на уровне очевидно армянской стороны делаться какие-то шаги, приниматься меры к тому, чтобы находить комплексное решение этого вопроса. А такие решения я уверен есть. Это я чувствую, понимаю, как дипломат, как человек политикой, занимающийся долгие-долгие годы и десятилетия. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за субтитры